Еще раз доброе утро. В Казани продолжает работу фестиваль короткометражных фильмов Шнит, Worldwide, Short Film Festival. Что вошло в программу фестиваля, узнаем у руководителя дирекции Время кино Альбины Нафиковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Альбина, рассказывайте, сколько фильмов вошли в программу для показов Казани? Для показов Казани вошло 8 фильмов. Это разный формат, разный жанр. Но на самом деле хотелось бы отметить, что Казань не первый год принимает этот фестиваль. Фестиваль изначально зарождался как некий локальный смотр экстраординарного кино. Разошелся по миру и прямо сейчас он идет в нескольких странах, континентах. И Казань в том числе показывает фильмы, которые на сегодняшний момент отражают тренды европейского модного молодого кино. Короткометражного. Короткометражного, да. Интересно, короткометражность, это сколько минут примерно? Есть какие-то рамки? Вообще, в принципе, академические рамки можно поделить. Если вот короткий полный метр, ну делят на 40-45, академический час. Но есть еще некий средний метр, он присутствует на фестивалях. Но если мы говорим о кинотеатре, да, то ориентируемся на то, что короткометражные фильмы обычно сверстуются в общий формат. Это примерно где-то по 8-6-8 фильмов. То есть чем короче на самом деле, тем динамичней. Вот. Но встречаются короткометражки 30-минутные. Все зависит от того, как они созданы, как они талантливо сделаны. Потому что иногда смотришь, и эти 30 минут, они пролетают как одна секунда. А иногда 8-минутный фильм тянется? Ну есть такое, да, да, да. Причем короткий метр – это такой формат, который мы начали показывать где-то лет 10 уже показываем. И на самом деле на сегодняшний момент можно наблюдать такую динамику, что все больше и больше городов и кинотеатров берут короткий метр, и он привлекает все больше зрительского внимания. Вот на этом фестивале мы с вами смотрим, и всего зрителей около 40 тысяч. Зрителей этот фестиваль вот охватывает. Жанры. Жанры. Какие жанры? Что можно увидеть? Да, именно вот в Казани представлены. Жанры. В коротком метре преобладают острые жанры. Такие яркие обычно. Это драма, это какой-нибудь сюр, это черная комедия. И в принципе здесь это все есть. Но также в программе две анимационные. Анимация – это все-таки не жанр. Я бы сказала, что формат, если мы делим на игровое и не игровое, у нас игровое кино. И вот в анимационном формате две интереснейшие работы. Наверное, можно их определить как мелодрама, наверное. Но мелодрама очень динамичная, как выстрел. Ну, как любовь с первого взгляда. Правда ли, что есть фильмы, которые были номинированы на Оскар? Конечно, да. Но это на самом деле, вот знаете, это такая метка. Оскар, Канн, да. Оскар – это премия, которая выдается фильмам по результатам, прошедшим по фестивалям. И номинанты на Оскар, ну вы же сами, наверное, наблюдаете, иногда говорите, ох, почему вот этому дали Оскар, а не этому. Поэтому здесь мы, фильм «Тайм-код», он номинирован на Оскар. Номинант на Оскар – это обозначает, что фильм с успехом прошел либо фестивальную историю, либо, ну, короткому метру реже применяется прокатная история. И причем некоторые фестивали, они имеют вот эту метку оскаровскую. Надо обязательно на них поучаствовать. И после этого тебе дают, то есть тебя номинируют на Оскар. Вот. В отношении к короткометражному кино здесь одна подборка Оскаровской, в подборке один номинант Оскара, и есть участник, не участник, а конкурсант, так скажем, Каннского фестиваля. Но сам по себе шнит – это тоже интересная селекция. Вот именно слово шнит – провокационный, экстраординарный. Поэтому не всегда стоит зацикливаться, даже не может гордиться номинантами на Оскар. На самом деле, сам по себе очень интересная подборка. То есть фестивали – это еще не гарантия качества, да? И наоборот, если у фильма нет никаких премий, нет никаких номинаций, он все равно может быть классным. Отсутствие метки Оскар совершенно не говорит о том, что фильм, скажем, плох. Он, может быть, просто не дошел до кинопремии, в принципе. Но если надо метку эту поставить, что вот здесь есть Оскар, ну да, в этой программе есть Оскар. Да, и вот что уже показали, что уже наши зрители увидели, и что еще предстоит им увидеть? На самом деле, программа повторяется изо дня в день, потому что 8 фильмов идут в одну серию. Да, да, да. Ты приходишь и смотришь 8 фильмов? Да, да, да. Еще в прошлом году у нас была практика зрительского голосования. В этом году у нас новая площадка, мы пока решили ее как бы не применять. Но я думаю, что со временем еще один такой фестиваль в Казани проходит, Манхэттенский, когда по всему миру зрители смотрят, голосуют, и это мнение учитывается, то есть награждается. Кстати, у фестиваля достаточно мощный призовой фонд, он этим и славится еще, это очень важно. Раскройте секрет. Там 100 тысяч долларов был заявлен в прошлом году. Честно говоря, я не организатор самого фестиваля, поэтому его финансовые базы меня не сильно интересуют. Но, что интересно, фестиваль, именно тем, что он идет на нескольких локациях, озабочен не только тем, чтобы собрать фильмы, оценить их, да, а он занимается продвижением фильма. И вот это та самая вещь, которая очень важна, доносить его до зрителя. Продвижение. Вот, кстати, мы правильно понимаем, что вот эти фильмы мы не сможем посмотреть в кино больше? Ну, в принципе, в Казани совершенно точно нет. Широкий ограниченный прокат у нас как бы единица условная. Для фестиваля подобного формата у этого фестиваля достаточно широкий прокат, потому что его показывает Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, в общем, все города-миллионники. Вот, но что касается коммерческого проката, да, коммерческих сетей, конечно же, мы там его не увидим. Хотя, КОРО стали брать короткий метр, Киномакс стали брать короткий метр, его становится все больше в коммерческом прокате. Но это эксклюзив абсолютно. Ну, то есть, да, стоит призвать зрителей воспользоваться этой возможностью. Да, да, да. В Доме актера у нас вот еще, по-моему, два дня осталось, да, 9-10-е. Поэтому не упустите свои возможности. Спасибо, очень интересно.